безопасные покупки в интернете онлайн-шоппинг быстрее и удобнее чем традиционные походы по магазинам но и рисков больше шанс встретить киберпреступников в разы выше чем реальных грабителей делимся советами как сделать покупки в сети максимально безопасными чаще всего мошеннические операции с банковскими картами происходят именно в интернете риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях использование электронных кошельков мобильного интернет-банкинга главное оружие киберпреступников фишинг другими словами выуживание конфиденциальных данных паролей реквизитов карты или счета для кражи денег с карты или из интернет кошелька воры играют на психологии рассылают смс электронные письма и сообщения в чатах с просьбой например подтвердить аккаунт или восстановить доступ к банковскому счету сообщения содержат ссылку на специальный фишинговый сайт сайт двойник банка госоргана или другой организации если вы не заметили подмены то после ввода своего логина пароля интернет банка или реквизитов карты эту конфиденциальную информацию получат мошенники и вы можете лишиться своих денег как защититься от фишинга и других видов кибермошенничества первое пользуйтесь только личными устройствами делайте покупки заходите в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного компьютера планшета и смартфона обязательно ставьте на них пароль если вы потеряете телефон или планшет к которым подключено смс-информирование или мобильный банк срочно позвоните в банк и отключите от утерянного номера все услуги второе защититесь от вирусов обязательно поставьте антивирус на всех своих устройствах включая мобильные и регулярно обновляйте их хороший антивирусный пакет всегда включает защиту от фишинга и вирусных программ третье выбирайте безопасные сайты никогда не переходите по ссылкам из писем и смс от неизвестных отправителей даже если сообщение пришло от знакомого вам человека или организации не спешите открывать их возможно у мошенников появился доступ к их аккаунтам и они хотят получить доступ и к вашим данным набирайте интернет адрес банка вручную а еще лучше сохраняйте в закладках адреса ваших банков госорганов и других организаций всегда проверяйте адресную строку браузера иногда можно попасть на фишинговый сайт при переходе с одной страницы известного вам портала на другую делайте покупки только на сайтах которые обеспечивают безопасное соединение адрес такого ресурса начинается с буквы https в адресной строке есть значок в виде закрытого замка еще лучше проверять сертификат безопасности сайта если вы работаете в этот момент за компьютером для этого нажмите на значок замка и в открывшемся окне выберите просмотр сертификатов убедитесь что сертификат выдан именно тому сайту на котором вы находитесь и срок его действия еще не закончился выбирайте известные интернет магазины и сервисы изучите отзывы о них от других пользователей лучше всего посмотреть отзывы на нескольких независимых сайтах добросовестный продавец всегда дает полную информацию о себе телефон адрес и прочие контактные данные четвертое используйте систему безопасных платежей когда переходите на страницу оплаты ищите логотипы платежных программ эти программы с помощью технологии 3d secure дополнительно защищают вас во время покупок в интернете если онлайн магазин поддерживает эту технологию после ввода реквизита в карты он перенаправит вас на безопасную интернет страницу банка для подтверждения покупки банк отправит смс с одноразовым паролем на номер мобильного телефона привязаны к карте или счету никому не сообщайте этот код просто введите его в специальное поле на странице оплаты пятое заведите отдельную карту для покупок в интернете если вы часто делаете покупки или оплачиваете услуги в интернете например телефонную связь или штрафы безопаснее использовать для этого отдельную карту вносите на нее лишь ту сумму которую собираетесь потратить и установите лимит по количеству операций в сутки шестое никому не сообщайте персональную информацию чаще всего в краже средств со счета виноваты вовсе не банки платежные системы или онлайн магазины а сами доверчивые пользователи мошенники знают множество уловок чтобы втереться к вам в доверие и ваша задача на эти уловки не попасться никогда не сообщайте посторонним данные своей карты персональные данные и коды из смс никому не говорите ваш пин-код и код проверки подлинности карты последние три цифры на ее оборотной стороне даже сотрудники банка не вправе требовать от вас эти данные если кто-либо пытается их узнать будьте уверены это мошенник тех же правил следует придерживаться и при пользовании интернет кошельком никогда и никому не сообщайте логин и пароль от своего аккаунта седьмое подключите смс-оповещение об операциях по карте в этом случае вы сразу же узнаете в платеже которого вы не совершали и сможете быстро отреагировать заблокировать карту и опротестовать операцию что делать если деньги все-таки украли во-первых заблокируйте карту если с карты списали деньги без вашего ведома позвоните в банк и заблокируйте карту номер горячей линии банка указан на оборотной стороне карты запишите этот номер и храните на случай если украдут телефон или кошелек также нужно поступить если вы потеряли карту или даже просто подозреваете что ее данные стали известны посторонним людям во-вторых опротестуйте операцию в тот же день когда вы получили уведомление о незаконной операции максимум на следующий день обратитесь в отделение банка запросите выписку по счету и напишите заявление о несогласии с операцией которую не совершали экземпляр заявления с отметкой банка что оно принято оставьте у себя если банк докажет что вы нарушили правила использования карты то вернуть деньги не получится например когда вы сами сообщили кому-то реквизиты своей карты верификационный номер с ее оборотной стороны или пин-код случае возврата денег когда они были списаны с карты без вашего ведома регулирует федеральный закон о национальной платежной системе но этот закон не поможет в случае проблем с электронным кошельком обезличенными предоплаченными картами и другими не персонифицированными платежными средствами в третьих обратитесь в полицию можно просто написать заявление в отделение полиции по месту жительства чем быстрее вы это сделаете тем больше шансов найти преступников и вернуть деньги а